В Сланцевском специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа прошел семинар по реализации социального инновационного проекта «Путь в профессию». В его работе приняли участие представители регионального комитета общего и профессионального образования, аппарата, уполномоченного по правам ребенка, комиссии по делам несовершеннолетних, Центра занятости населения и Сланцевского индустриального техникума, а также руководители подобных образовательных учреждений. «Сегодня у нас происходит итоговое мероприятие, которое завершает огромную работу, проделанную всем нашим коллективом. Мы участвовали в проекте фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Назывался наш проект «Путь в профессию». То есть на сегодняшний момент мы помогаем нашим воспитанникам социализироваться в обществе, в которое они возвращаются после выхода из нашей школы». Участники семинара рассмотрели современные тенденции в области профессиональной ориентации и положительный опыт создания условий для профессионального самоопределения обучающихся. А еще обсудили опыт работы педагогического коллектива Сланцевской спецшколы. «Мы постоянно развиваемся. Нет такого, что мы стоим на месте. То есть новые программы, новые какие-то проекты, конкурсы. То есть занимаются ребята постоянно. То есть нам нельзя стоять на месте. Нам нужно быть в действии, в движении. Для того, чтобы мальчишки чувствовали, что они нужны, что они любимы и что они могут социализироваться». В рамках семинара для всех гостей провели обширную экскурсию по школе. Им показали спальню, столовую, спортивный зал, комнату психологической разгрузки, медицинский пункт, туалеты, душевые, учебные и компьютерные классы. Участники семинара побывали на уроках и пообщались с ребятами. «Да, мне так вкусно я была. А еще хочется. Не хочется. Не хочется. Наедаетесь? Да». Школа впечатлила гостей своей библиотекой и краеведческим музеем. Стоит отметить, что большое внимание в учреждении уделяется гражданскому и военно-патриотическому воспитанию, а также подготовке юношей к службе в армии. Ну а визитной карточкой спецшколы является его оркестр. Здесь воспитанники учатся играть на инструментах с нуля, не имея музыкального образования. «Они настолько талантны, что они буквально поглощают вот эти знания и сразу вливаются в оркестр, и мы буквально через год уже идем. Но, естественно, солистам нужно три года сыграть солиста, чтобы этот батюшел впереди, а не жмут мелодии играть». Также гости посетили учебно-производственные мастерские, где состоялся открытый урок, на котором учащиеся показали, как они делают вазу из дерева. «Сегодня, с учетом нашей конференции в отеле «Путь в профессию», мы показали на примере нашей декоративной базы, как ребята участвуют в этом коллективном процессе. Ребята у нас здесь были разноводостные, как вы видели, пятый, шестой, четвертый класс и девятый класс. У каждого свое поле деятельности, своя сфера, которые они работают на общий результат. Ну вот, показали мы всего лишь 10-15 минут, но этот процесс более трудоемкий, более длительный. Ну и, во-первых, отработанная технология, это нужно было продумать все, подготовить инструменты, сделать приспособление для того, чтобы мы сделали побыстрее немножко и качественнее свои работы. Но ребята работали, видели, с интересом для них это новшество, и они просто готовы дальше выполнять еще какую-то работу, лишь бы их учитель научил. Ну вот эти ребята, они с удовольствием занимаются и в кружке, и на уроках трудового обучения. Потому что у нас есть дополнительный духовой оркестр, куда ребята тоже с удовольствием уходят и во время трудов, а эти решили научиться делать что-то своими руками. Я думаю, что в дальнейшем это им пригодится. В конце урока ребята подарили гостям деревянные подделки, которые они сделали своими руками. В эту школу не приводят за ручку мамы. Сюда попадают совсем по другой причине. Но именно здесь мальчишки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, находят поддержку со стороны взрослых и недостающие внимания. Педагогический коллектив делает все возможное для того, чтобы ребята получили хорошее образование и успешно адаптировались в социальной жизни, преодолев многие трудности. Наше образовательное учреждение единственное на территории Ленинградской области. Сюда помещаются ребята по решению суда за общественно опасные деяния. То есть мы занимаемся реабилитацией этих детей, воспитанием, социализацией. Учимся, занимаемся дополнительным образованием. То есть ребята заняты постоянно, находятся под круглосуточным наблюдением и, конечно, дают свои итоги. То есть ребята остаются на досрочное пребывание, то есть они продлевают срок пребывания здесь, чтобы закончить образовательную ступень. То есть 9 классов. И уже после выпуска мы направляем их либо в техникум, либо в колледж. То есть там, где ребенок хочет закончить свое образование, получить профессию и реализоваться. И вот данный проект, который мы как раз реализовывали, помогает ребятам выбрать ту профессию, которая дальше будет помогать им по жизни и социализироваться тоже в обществе. В школе находятся подростки из всех районов Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Срок пребывания несовершеннолетнего здесь не должен превышать трех лет и может быть продлен только по желанию подростка для завершения общеобразовательной или профессиональной подготовки. Мне 15 лет, я нахожу в школе, ну практически пять лет уже. Я в девятом классе учусь. Добилось очень много результатов. На духовом оркестре игра, на барабане, на малом, как уже два года. Результаты хорошие. Учусь нормально. Мне нравится все здесь. Вся обстановка в этой школе нравится. Ничего не нравится, все хорошо. В школе я нахожусь три с половиной года. Продлился на еще один год, чтобы закончить девятый класс, получить здесь аттестат. В школе мне здесь нравится режим, порядки. То, что на уроках дают не только обучают, но еще и воспитывают нас. Учат как на своих личных примерах, так и на чужих примерах. Социальные педагоги постоянно узнают про родителей, помогают социальным положением. Все остальные тоже так же помогают. В школе очень нравится. После выпуска хочу стать автомехаником, пойти в свой киржеский политехнический техникум и достойно войти в этот путь жизненный. В завершении мероприятия воспитанники школы показали гостям небольшой концерт. Редактор субтитров А.Семкин